Москва, она какая! Очень яркая, очень светлая, очень праздничная и очень позитивная. Она прям такая красивая. У меня есть столько эмоций у меня. Ну, вас впечатлило больше всего. Приветствуем вас в этом снежном выпуске из Антарктиды. Всем привет! Сегодня мы вместе с вами в составе экспедиции Клуба полярных путешествий отправляемся исследовать ледяной континент и его обитателей. Наливайте горячий чай, берите теплый плед и наслаждайтесь уникальным путешествием. Вперед! А уникальное оно, потому что пройдя через самый опасный пролив в мире, мы окажемся в невероятном зимнем пейзаже, окруженном красивейшими белоснежными айсбергами. Здесь царствуют пингвины, огромные киты проплывают перед объективом, а ленивые тюлени отдыхают на снегу. И все это Антарктида! Континент, на который реже всего ступала нога человека. Морозное путешествие начинается в самом южном городе Земли – Ушуая. Это маленький уютный аргентинский городок, закутанный в объятия Ант и омываемый волнами Южного океана. Узкие улицы города уютно устроились в объятиях природы, приглашая своих гостей на вдохновляющее путешествие. Вся экспедиционная группа собирается в уютном отеле на один день, чтобы набраться сил перед поездкой. Красивая архитектура отеля сливается с окружающим ландшафтом, а из окон открывается завораживающий вид на город. Но самый кайф в этом отеле – это вот такие вот панорамные бассейны и джакузи с теплущей водой. Туда хочется залезть и просто отсюда не выползать. Очень тепло на улице, очень холодно. Посмотрите, как живописно, вот эти вот горы, заснеженные верхушки. И ты здесь отмокаешь и ждешь своего круиза, который находится где-то вон там. Самое время загружаться на наше судно «Си Спирит». Вот такое вот оно здесь стоит, нарядное, дует мощнейший ветер. Все, Лизон, забегаем, загружаемся, очень холодно. А внутри уютно и тепло. Судно имеет шесть палуб, на которых расположились каюты пассажиров и персонала. Для любителей погонять чаи, выпить кофе или что-то покрепче работает круглосуточный бар. Здесь же установлены специальные кулеры с питьевой водой. Отдохнуть в тишине можно в библиотеке с большим выбором книг на разных языках. И также посидеть в интернете, потому что работает Wi-Fi, причем в любом месте судна. Конечно же, есть ресторан с трехразовым питанием, после которого можно отправиться в тренажерный зал и окунуться в горячее джакузи на открытой палубе. Просторная зона ресепшн, экспедиционная стойка, где можно решить все свои вопросы, а также ознакомиться с расписанием на каждый день и полезной информацией на специальной доске. Учитывая экспедиционный характер круизов, на судне предусмотрен зал для проведения брифингов и лекций. На судне легко ориентироваться, везде есть указатели и подробная схема каждой палубы. Посмотрите, какой интерьер внутренних коридоров, отделанных деревом и украшенных картинами и фотографиями из прошлых экспедиций. Даже есть лестница с огромным количеством наград. А если нет желания бегать по лестницам, то можно воспользоваться лифтом. Самое время заселиться в потрясающую каюту под номером 505. Здесь, заметьте, на ручке висит табличка. Please do not disturb, что значит не беспокоить. Мишка, когда нужно будет убраться, здесь пневничек будет. Please make up room. Но пока что нас беспокоить не нужно. Вот такие вот выдаются ключ карты, номер 505. И фишка в том, что эту карту прямо так вот вставляешь с дырочками. Чик. Не высовывая, открываешь дверь. Добро пожаловать. Оу, еее. Значит, налево уходит душевая кабина. А здесь гардеробная. Начнем с гардеробной. Я, если честно, в полном шоке. Это, ребятки, дверь в Нарнию. У нас сюда поместились все наши чемоданы. Все три штуки. Здесь повесим курточки, всю нашу теплую одежду. Плед, если вдруг мы замерзнем. Много полочек. Здесь сейф. И также спасательные жилеты. В Нарнии даже есть зеркало прямо в пол. И через Нарнию мы с вами залетаем в душевую кабину. Здесь у нас туалет. Туалетная бумага. Очень много белоснежных полотенец. Раковина. Зеркало вот такое вот малюсенькое, которое увеличивает все. Большое зеркало тоже с подсветкой. И сама душевая кабина с тропическим северным душем, с обычным душем. Ну и, соответственно, гель и шампунь имеются. Это мы здесь будем жить 10 дней среди льдов. Мама дорогая, каюта эта называется делюкс. Потрясающая, роскошная, широкая, идеально подходящая для меня. Я в восторге. И вот здесь мы едем в Антарктиду. Это сказка, это мечта. Двуспальная кровать. По две подушки на каждого. По тумбочке на каждого. По светильнику на каждого. Но только у одного человека будет доступ к телефону. И здесь будет спать босс. Куда же без рабочего места в такой роскошной каюте? Прямо здесь, слева от кровати, вот оно, рабочее место. Мягкое кресло. Информация для пассажиров о нашем судне. Здесь информация, как подключиться к Wi-Fi. А тут, как пользоваться медицинской помощью. В подарок идут вот такие вот две бутылочки. Но я так понимаю, что это термосы. Мини термосы на память. Но мы ими обязательно будем здесь пользоваться. Обзор этого уютного уголка я оставил для Лизончика. Лизончика, ну-ка, рассказывай, что здесь такое. Во-первых, у нас есть диван в каюте. С картины на заднем фоне. Да, и здесь лежат уже заранее приготовленные вот такие вот книжки. Книжка про разные географические места в Антарктике. И самое классное. Мы здесь можем отмечать животных, которых увидим во время путешествия. И книжку с собой, получается, забираешь, как сувенир, да, после круиза. Очень классно. Что здесь еще? Здесь лежит вот такая вот красивенная ручка. Смотри, какая модная. Вообще суперкруто. И карта Антарктика. Какой огромный материк. И называется он Антарктида. Антарктика, если вы не знали, это все близлежащие территории к Антарктиде. Плюс сама Антарктида. Еще у нас на столе лежат вот такие вот карточки с нашими именами. Здесь также название нашего судна, даты круиза. И всегда на карточке пишется Master Station. У нас Master Station B. Это значит, что во время какой-то чрезвычайной ситуации вы можете посмотреть на карточку и бежать в это место. И эти карточки во время круиза нам заменяют паспорта, потому что паспорта у нас забрали. Еще очень классные магнитные имена наши Елизавета и Виталий. Нас так зовут. Это чтобы нам знакомиться проще. Очень удобно. Со всеми. Ты подходишь, как тебя зовут? Не надо запоминать. Это вообще идеальная идея. Так нужно на всех круизах делать. Они магнитные. Да, и не нужно имена запоминать. Да. Очень круто. Это прям для тебя, для рыбки. Я же рыбка Дори. Носить можно по-разному. Можно прямо на шапке, а можно вот здесь вот, прямо на правой тисечке. А дальше моя зона. Это волшебный сервант. Здесь установлен телевизор, специальная система радиопередачи для связи с гидом. То есть, когда мы будем высаживаться в Антарктиде, здесь у нас будет голос гида. А также, если гид будет говорить на английском языке, то здесь будет перевод на русский язык. И к этому комплекту идут наушнички в пакетике. Открываем нижнюю дверцу. А здесь вот это да. Нормально. Это, видимо, чтобы мы не замерзли, когда будем подбираться к пингвинчикам. Водочка. И это все за дополнительную плату. Открываем холодильник. Пожалуйста, напитки уже безалкогольные. Так, а это что? Эль. Я же обожаю Эль. Справа еще один сейф. Разные приятности. А вот этот. Оп. Ларец открывается. А здесь белое и красное винишко. Замечательно. Каюта у нас делюкс. Естественно, есть балкон. Открываем, выходим. Мы еще никуда не сдвинулись. Но уже так красиво. Сегодня просто замечательная такая погода. 5 градусов на улице. Не холодно, не жарко. Просто можно дышать полной грудью. И именно с этого балкончика мы будем наблюдать за айсбергами, пингвинами, китами. Антарктида! Жди! Чтобы добраться до Антарктики, нужно преодолеть самый опасный морской путь на планете. Пролив Дрейка. Более 800 километров. Здесь сталкиваются Тихий и Атлантические океаны. Дует мощнейший ветер, а волны достигают 15 метров. Неудивительно, что именно в этом месте самые глубокие и широкие воды на Земле. В 17 веке моряки здесь гибли сотнями, а корабли уходили на дно. А тем, кто выжил, наливали бесплатные виски и разрешали надеть серьгу в ухо. Но мы не заслужили ни того, ни другого. Потому что, во-первых, не такие большие волны, всего 1-2 метра, нам очень повезло. А во-вторых, мы еще не дошли 2 дня в пути через пролив Дрейка. Но все же мы готовы к гигантскому шторму, к невероятно большим волнам. И здесь везде вот такие вот пакетики рассованы вдоль перил. Чтобы на всякий случай, если прямо здесь стало плохо, ты берешь один из этих пакетиков вот таким вот образом. И прямо здесь на лестнице. Но надеюсь, что такого не случится. Но случился шок от увиденного на пути первого айсберга. Это столовый айсберг. Не просто ледяной гигант. Это природный бриллиант в океанском королевстве. Только представьте себе, огромный ледяной остров откололся в Антарктике и дрейфует как отдельный континент в океане на радость птицам. Двое суток мы добирались, чтобы увидеть это место своими собственными глазами. Добро пожаловать в Антарктику. В Антарктике я среди ледов. Там уже, блядь, федминчики. Да, счастья, конечно, нет предела. Эмоции непередаваемые. У вас это все буквально две секунды, а мы два дня сюда добирались. Оцените наши полярные луки. Кстати говоря, да, если вы берете такое путешествие, вам в подарок выдается шикарная такая красная куртка. Да, очень теплая. Дальше идут сапоги резиновые. Специальные. Специальные. Там внизу тоже очень тепло, такой как бы мех. Это тоже выдается, но не в подарок. Это нужно будет отдать обратно. А куртка остается нам. Да. Дополнительно мы купили себе шапочки. И вот такие водонепроницаемые штаны. Без них сюда лучше не ссуваться, потому что будьте все мокрые. И также мы купили еще себе водонепроницаемые перчатки. Но сейчас они мне нужны, потому что здесь еще вот такая вот флиска есть, которая тоже защищает. Вот они у меня с собой. Вот непроницаемые перчатки тоже купили легкие. Взяли, можно брать любые. Вот эти вот нашивочки, на липучки изначально на куртке не находились. Вот мы повесили раз сюда. Вот вторая. Я специально снял, чтобы вам показать. Здесь сдается куртка, и каждому члену команды вешаются три вот такие вот нашивочки. Антарктида! Антарктика! Даже не верится, что мы здесь, ребята. Вот сложно поверить. Потому что все время Азия, тепло, пальмы. А как ты находишься здесь, как будто в каком-то сне, и до конца не осознаешь, что ты на краю земли, на краю света. Высадка на берег происходит вот на таких лодках. Лодка называется Зодиак, и у каждой лодки есть свое имя. Идем на погрузку. Очень важная процедура перед заходом на лодку. Вот так вот встается сюда. Оп! И очищается обувь. Дезинфицируется, чтобы на берег пингвинам ничего не вытащить заразного. Первый остров на нашем пути называется Остров Каркот. И как видите, здесь все предусмотрено. Можно себе даже вот такие вот палочки взять. И прямо здесь, сразу же, где была высадка, мы уже наблюдаем персонажей, ради которых сюда и прибыли. Это пингвинчики. Как они аккуратно сгорили. Смотри, как они... Лапочками передвигают. Смотрите, как медленно. Смотри, аккуратно он спускается. Вообще, эмоции не передать. У нас здесь два с половиной часа под ногами. Такой мягкий, хрустящий снежок. Температура отличная, минус один градус. Если кто-то думает, что в Антарктиде очень холодно, то с ноября по март нужно ездить в такие туры. Здесь будет комфортно, отличная погода. А зимой, конечно, здесь минус 80, ребята. И, как вы поняли, желающих в Антарктиду попасть очень много. И эти люди добиваются своего. Посмотрите, сколько здесь людей. Вон там все в красных куртках. И вот здесь вдоль тропинки десятки пингвинов, которые мы только что видели прямо там, где было место высадки. И это ничто по сравнению с тем, что вон там будет. Там целая колония, к которой мы управляемся. Все крупные кадры пингвинов, которые вы увидите в этом выпуске, ребята, они сделаны вот на такую пушку. Без нее здесь, в Антарктиде, делать абсолютно нечего. Иначе вы на пингвинчика будете смотреть, ну, примерно вот с такого расстояния, потому что до пингвина сколько метров получается? Минимум 5, а так 10-15 нужно стоять от пингвина, не мешать им ходить. Очень много правил, которые рассказывают на корабле. Вот это да! Их здесь просто сотни. Сотни пингвинов. Так выкручиваем зум, и вы наслаждаетесь ими вблизи. Субантарктический или папуанский пингвин. Это самый крупный пингвин после императорского и королевского. У них яркий белый живот, который контрастирует с черным верхом тела и головы. Глаза красиво подчеркнуты белыми пятнами, а когда пингвин наклоняет голову, кажется, что как будто он в маске супергероя. Клюв оранжево-красный с черным кончиком, создающий веселый и отличительный облик этого вида пингвинов. Живут они группами, и таких групп на одном острове может быть очень много. Эти пингвины проявляют преданность своим партнерам и заботу о своем потомстве. Строят гнезда из камней и утепляют их перьями. Некоторые пингвины довольно активные, а некоторые просто лежат на снегу. Наверх смешно карабкаются и передвигают лапками, а чтобы спуститься вниз, ложатся и легко скатываются на пузе. Вы только посмотрите на эту антарктическую пятерку. Полярный Битлз, не меньше. Что касательно дрона, ребята, на него нужно разрешение, и чтобы получить, нужно огромное количество бумаг. Огромное спасибо людям, которые нам помогли это разрешение сделать. Мы с вами сейчас забираемся вон туда, на самую вершину горы противоположной, и там поднимем дрон. И причем дрон, знаете, как запускается? На каждой точке есть гиды, которые с нами на корабле, у них у каждого есть рация, и по рации на корабль передадут информацию, что сейчас человек будет летать. Они там выключают все радары, чтобы не было помех, и только потом я взлетаю. То есть вот настолько все сложно. Я очень боюсь посещения других стран далее, потому что мы, ребят, находимся в Антарктике. А как себя дальше-то удивлять? Как дальше-то? Это же просто разрыв мозга. Это что-то невероятное. Видите, эти тропинки сделаны. То есть мы ходим только по тропинкам, мы не можем вот сюда на рыхлый снег выходить. Там зона пингвинов. Вон там зона пингвинов. Все, движемся, аккуратненько поднимаемся. Но это шквал эмоций. Даже на камеру все это не передать. Это нужно вот так вот на 360 градусов смотреть всю эту красоту. Обалдеть! На противоположной стороне пингвинов нет уже, но мы наблюдаем бесконечное количество белоснежных айсбергов. Просто обалдеть! Это только первый день высадки. Ты понимаешь, что я реально на краю мира? Понимаешь, где-то? Как оно есть. Очень-очень далеко. Важное наблюдение для вас, я думаю, будет полезно. И интересно, смотрите, мы абсолютно одни идем. Здесь нет такого, что у вас гид, ваша вот эта группа, и вы так друг за другом, хвостиком идете. Здесь полная свобода, ты ходишь один. Единственное ограничение, вот, понимаете, да? То есть нельзя Антарктиду портить. Это самый нетронутый в мире континент. Кстати, как вам наши шапки? Мы их купили еще на старте в городе Ушуая, и они потрясающие. Ручная работа, и таких в мире больше нет, как у нас. А вы заметили, какие у меня очки? Безвинтовая оправа из упругой нержавеющей стали, нейлоновые поляризированные линзы и силуэт, который точно понравится ценителям эстетики 60-х. Линзы блокируют блики света и защищают глаза на 100% от ультрафиолета. То, что нужно для Антарктиды. По промокоду ЛЕТО скидка 15% на весь ассортимент. То есть вот так все это происходит? Стоит здесь Белла. Работает она на нашем судне. У нее рация есть. Она только что передала туда информацию. И нам дали разрешение, и мы можем взлетать. С воздуха Антарктика предстает, как невероятная симфония белого и голубого. Белоснежные вершины гор, словно скульптурные произведения искусства, засыпанные сверкающим снегом, создают впечатление вечной неприкосновенности. А под каждой льдинкой и айсбергом видно бирюзовое продолжение, и это завораживает. Наш корабль среди этих величественных массивов, как игрушечный. А горы так эффектно уходят за облака, что кажется, что там существует отдельный мир без края и конца. Здесь, среди вечных снежных вершин и ледниковых монолитов, время течет медленно, как воспоминания о прошлых эпохах. Птичка вернулась. Классные кадры получились. Сейчас у вас на экранах в действии очень важное правило. Если пингвин переходит дорогу, нужно остановиться и дать ему дорогу перейти, чтобы не вызывать у него стресс. Видите, мы все остановились, и этот маленький пингвиненок сейчас будет переходить дорогу. Но он тот человек почему-то идет на встречу и пугает. Надеюсь. Так-так-так-так-так-так, давай-давай-давай-давай. Все, правило соблюдено. И как же мило он топает своими лапками по снегу и совершенно один идет наслаждаться огромным количеством ледников на горизонте. В плане организации, кстати, все очень здорово. Вообще ни о чем не думаешь. Тебя высадили, посмотрел на пингвинов, погулял, сел обратно и помчал на обед. Но перед обедом очень круто сначала с ветерочком вот так вот прокатиться на зодиаке прямо рядом с айсбергами. У них очень много, они все разных форм и на них можно бесконечно смотреть и их снимать. Мы от них проходим буквально, наверное, метров 10, что ли. Посмотрите, какие они невообразимые. Воду трогала? Да, я бы трогала, она просто ледяная, смотри. Прозрачная, да? Господи, просто пальцем кормился. Мы в ней купаться будем, кстати, скоро. Сейчас, когда на дроне летал, эти айсберги сверху, конечно, не такими гигантскими кажутся, да? А когда к ним приближаешься, это просто гигантские глыбы. Такая вода крутая, бирюзовая, бирюзовая. Это все айсберг. Это не бирюзовый, это айсберг. Это все айсберг, понятно? То есть, смотрите, цвет воды на самом деле вот такой, а это все внизу видно айсберг. То есть, наверху айсберг, это лишь 10% его массы и 90% это бирюзовое. Да, вот то, что внизу, это все продолжение айсберга. Вы сейчас наблюдаете его масштаб. Он просто уходит в бесконечность туда, на самое дно. Обратно, когда возвращаемся на корабль, обязательно та же самая процедура. Вот таким образом намываем ноги. И намытые, и чистые, но очень голодные после высадки идем на обед. Еда на нашем судне – настоящий кулинарный праздник каждый день. Закуски, свежие салаты, горячие блюда и десерты. Завтраки и обеды происходят по системе шведского стола, а на ужине блюда заказываются через меню и подаются отдельно. Еда не повторяется, и каждый прием пищи превращается в гастрономическое, приключения в разные страны. Испания, Китай, Аргентина, Япония, Мексика и Италия. И все это в Антарктиде. После вкусного обеда выходишь к себе на балкон и наслаждаешься берегами, заснеженными горами и находишься в полнейшем восторге от этого путешествия. Просто, знаете, какое-то умиротворение. Я бы, если честно, если не снимать этот выпуск, вообще бы не говорил. В этот же день, во время второй высадки нам посчастливилось увидеть самку южного морского слона или попросту тюленя. Но главными на этом острове, до чего уж стесняться, во всей Антарктиде были вновь эти милоши – субантарктические пингвины. Вы уже много про них узнали из нашего выпуска. Они, кстати, умеют плавать, являются самыми быстрыми пловцами среди пингвинов, могут подниматься на берег с удивительной легкостью. Но их неуклюжие движения на суше просто не могут оставить никого равнодушным. Но как бы много их не было, на сколько берегов мы бы не высаживались, они не перестают радовать и совсем не надоедают. За жизнью этих пупсиков можно наблюдать бесконечно. Это настоящий релакс и отдых для души. Забываешь обо всем плохом, как только видишь эти яркие клювики и лапки. Вот это кадров мы наснимали. Обалдеть! Это не просто кадры, это очень крупные кадры пингвинов. Ребята, если вам нравится, вы видите, какая ровная картинка? Чтобы такое снять, должен быть большой опыт. На самом деле, то есть зум мощный, все трясется, но мои руки как две скалы. Они неприступны и они даже не дрожат. Я вот так снимаю все это красиво для вас. Если вам это нравится, прямо сейчас не забудьте поставить лайк и мне писать комментарий в поддержку этого канала. Потому что мы где? Мы в Антарктиде. Мы в Антарктиде! Это очень мощно. Близкие кадры, это, конечно, мощно, это эпично, это захватывает дух. Но, чтобы вы понимали, вот вам ширик. И как все это происходит? Тропиночки, мы гуляем, наслаждаемся видами. Везде снег, везде горы, везде пустыня. И это сказка. На зодиаках можно бесконечно плавать, и каждый раз какие-то невообразимые виды. А вот там, посмотрите, стоит маленький педвененок и наблюдает за нами. Такой один, одинокий. Больше ни одного нет, да? Провожает взглядом. Прямо среди... Ой, сколько ты вообще не летаешь. Смотрите, это Антарктика. До сих пор не верю, что мы здесь находимся. Просто плаваем среди льдин. Прямо, смотри, вот, 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 вот. Да, вот он, прям перед нами. Это тот круиз, во время которого невозможно сидеть в каюте, потому что вокруг фантастические пейзажи. И впечатляющим завершением дня стал наш проход по узкой части канала Ле-Мэр. Это уникальнейшее место, словно ледяные врата, медленно распахивают свои объятия перед нами. Все вышли на верхнюю палубу судна, чтобы насладиться этими видами величественных гор, покрытых свежим снегом и каскадами ледников по обе стороны. Снег месяцами копится на поверхности, и его столько, что если его растопить, то хватит, чтобы напоить маленькую африканскую страну. И как же красиво белый снег создает контраст с черными скалами, что добавляет этому месту загадочную атмосферу и иллюзию вечного умиротворения. Но расслабляться некогда. У нас следующая высадка. Дамы и господа, сейчас мы готовы пригласить в высадки пассажиров группы Б. Группа Б, пожалуйста, подойдите на ресепшн. А это мы, группа Б, мы быстренько надеваем все самое теплое, мощное, сочное, готовы к очередной высадке. Очередь на лодку Зодиак. До этого мы с вами высаживались, это все были острова, и вот сейчас первая высадка именно на материк Антарктида. То есть до этого мы были в Антарктике. Это и Антарктида, и близлежащие острова. Антарктида – это загадочный и величественный континент, покрытый снегом и льдом, который кажется замороженным вечным молчанием. Мало кто знает, но у Антарктиды есть свой флаг, своя валюта, и здесь летом на полярных станциях проживает около 4000 человек. Площадь Антарктиды – 14 миллионов квадратных километров. Сравнимо с размерами США и Канады вместе взятыми. И на всей этой гигантской территории вы не найдете ни одного полярного медведя. Это частый миф, что они здесь водятся. Мишки живут на севере, в Арктике. Подсказка в виде логотипа ассоциации полярников всегда поможет разобраться, где кто. Можно много рассказывать интересных фактов об Антарктиде, но давайте посмотрим своими собственными глазами, что из себя представляет этот ледяной континент. Деточка, а тебе вообще не холодно, скажи нам? Нет, кстати, на улице 0 градусов. И если хорошо и тепло одеваться, то вообще не холодно. Такой очень комфортный. Ты сам как пингвин ходишь, такой пик-пик-пик. Вот, казалось бы, на каждой высадке везде ледники, везде айсберги, лед, горы. Но каждое место красиво по-своему, да? По-своему, да. И все очень разное причем. Прям вот хочется высадиться и своими собственными ножками вот по этому снегу прогуляться и подняться наверх горы вон той. Опа. Авария. Столкновение с лединой. Но наша лодка очень мощная. И никакие ледины ей нипочем. В этой части высадки находится станция. Называется она Браун Стейшн. И, как видите, вот на этом плакатике небольшом написано The Antarctic Continent. То есть мы действительно уже на континенте Антарктида. Здесь также уже все подготовлено. Можно взять себе палочку или две палочки, потому что снег, сказали, глубокий, и вперед. Самое время сказать, что в Антарктике не бывает четкого маршрута, как и нет четких обещаний конкретных высадок. Например, эта станция начинает работать в январе, и высадка будет запрещена. А сейчас, ребята, на каникулах, так что у нас есть возможность посетить эту часть суши. Сама станция занимается исследованиями в области геологии, геофизики, метеорологии и других антарктических наук. И названа по имени аргентинского адмирала Гильермо Брауна. Наша с вами задача по этому глубокому, рыхлому снегу добраться вон туда, на вершину горы, и посмотреть, увидеть крутой панорамный вид заснеженный. Здесь-то все оборудовано, есть специальные мостики, но все равно нужно все это дело чистить, потому что снега очень много. Посмотрите, пол дома скрыто под слоем снега, нижняя часть. Заметьте, что это именно аргентинская станция, флаг Аргентины. Здесь гораздо больше снега, и он белый. Настолько белый, что даже синевой отдает, если так можно сказать. Ой, в стаке оказали, что нельзя с тропы сходить, потому что очень глубоко, если вот сюда вот, где такой бархатистый снег наступить, можно провалиться спокойно по поясу, нужно именно по тропинке идти. Давай на тебя испытаем. Да, это, конечно, не подъем на вулкан Батур, который находится на Бали. Такой идешь в шортиках, в футболочке, в кепочке. Это, конечно, нечто другое. Совершенно другие эмоции. Я удивляюсь, насколько вон там получается бирюзовый цвет снега. Это почему так происходит? Вы это видите вообще или меня глючат? Тут белоснежная такая поверхность, а когда вниз проваливается нога, там получается такой бирюзовый цвет, очень яркий. Красиво смотрится. Давай. Кто тут ходил вообще? Давай, соберись. Смотри, какая тропа. Легко подниматься, скажи? Ну, нормально подниматься, а вот смыскаться. Какой-то наоборот посесть и уехать. Ну, да. Было бы классно, если на вершине горы санки выдавали, прыгнул сразу на корабль. На самой вершине можно встретить редчайший вид пингвинов. Это красные пингвины, вот они. Все здесь стоят в очереди, чтобы сфоткаться вон с той табличкой, где написано, что это седьмой континент. Даже так все в очередь выставились. Ждем своей почвы. Вот она, табличка, ребята, седьмой континент Антарктика. И почему седьмой? Расскажи нам. Многие пишут в комментариях в телеге, что у нас всего шесть континентов. Да, потому что в Америке, в США и в Европе считается, что семь континентов, а в России, что шесть, потому что Европа и Азия – это в Америке, а в России – это Евразия. И поэтому, а мы где находимся? Мы очень далеко, поэтому здесь семь континентов, ничего не знаю, ребята. Седьмой континент Антарктика. И сейчас наша задача спуститься уже туда вниз, и посмотреть на милых пингвинчиков в очередной раз, потому что на них можно смотреть бесконечно, за ними наблюдать. Почему-то именно на этом острове пингвины ютятся около коричневого домика. Видимо, хотят быть поближе к воде и наблюдать за теми, кто высаживается на их территорию. У вас на экранах пингвинье шоссе. И пингвинам нельзя мешать проходить по этому шоссе. Поэтому все вот так стоят, потому что мы здесь чужие. Это земля пингвинов. И все ждут, пока один маленький пингвин перейдет дорогу. Как вы видите, на этом шоссе двустороннее движение. И пингвины ювелирно расходятся. Самое время последовать примеру наших круизных ребят и тоже прокатиться на зодиаке в поисках интересных ракурсов. С лодки тоже прикольно наблюдать, да, за пингвинами. Мы сейчас видим пингвини-курорт. У них такой галичный пляж. И они подходят к берегу и прыгают, купаются, наслаждаются водой. Очень теплая для них, да? Это снежная Абхазия. Точно, снежная Абхазия. Гагра. Небольшой айсберг, основная его часть под водой. И наверху, видите, вот такие вот борозды. Почему не лизан образуются? У снега очень много пузырьков, и эта часть раньше находилась под водой. И когда эта часть находится под водой, пузырьки вот так вот просачиваются наверх, соответственно, и вот такие борозды оставляют. Естественно, этому айсбергу уже больше года. Но потом он перевернулся. После такой зимней прогулки самое то надеть такие вот белые халатики. И у нас здесь на дно из палуб находятся горячие, бурлящие джакузи. Посмотрите, какая красота. Вот туда заныриваешь, а вокруг тебя Антарктика. Антарктика, Антарктида. Заныриваю? Конечно. Тебе не холодно, деточка? Людям на тебя больно смотреть сейчас. Смотри, здесь все предусмотрено с подогревом. Ну, это только здесь. А здесь-то холодно. Давай. Тапочки вот здесь вот оставляем. Даже не верится. Знаешь, Антарктида. И ты в джакузи. В окружении гор. Главное ловить момент, когда здесь никого нет. Да, потому что желаешь посидеть в данном джакузи. Целое судно. Я уже накупался. А человечка даже не вытащить оттуда. Посмотрите. Все джакузи заняла. Точнее, это не человечек, это пингвин. Видите, это пингвин. Даже не верится, что мы только что с вами сидели в джакузи. Потому что тут, когда корабль движется, такой лютый холод, кончики пальцев заледеневают. Поэтому очень важно перчаточки надевать. Но какие виды, какие виды. Такая красота, такая сказка. Обалдеть. Вот даже пытаюсь представить и вспомнить что-то похожее. Ничего подобного в нашей жизни вообще не было. Это эксклюзивное, уникальное путешествие, в котором должен побывать каждый человек при своей жизни, ребята. Обязательно, обязательно. Это буря эмоций. Такого вы не увидите больше нигде. Хотя, может быть, в Арктике такое будет. Надо будет туда тоже сгонять. В целом, можно даже не покидать свою каюту. Вот так вот иногда выходить на балкончик. И наслаждаться этой панорамной красотой. Но она как бы далеко. И ты не дотрагиваешься, и полностью в эту красоту не окунаешься. Поэтому мы как минимум два раза в день совершаем высадки. И сейчас нас ждет очередная высадка. Ходит много легенд и много слухов, что где-то там, за Антарктидой, скрываются... Опа! Водичка прилетела. Скрываются другие земли. Возможно, мы их скоро найдем. Тот случай, когда одно место еще круче другого. Даже слов не могу подобрать, чтобы вот всю эту картину вам как-то словами описать. Короче, высадились. Вот наших много ребяточек. Все в красных куртках. Забираем оборудование, палки и вперед-наверх. Если среди наших зрителей есть люди, которые до сих пор считают, что круиз для пенсионеров... Ребята, это не для пенсионеров. Круиз – это лишь способ добраться до какого-то определенного места. В данном случае мы добрались до Антарктиды. И у вас на экранах мой невероятный экспедиционный пупсон, который совершает прорывы каждый день. Осталось нам с вами, ребята, добраться, наверное, до Луны скоро на космическом корабле. Можно сказать, что мы уже на вершине горы. Невероятно мощный ветер дует. Вокруг какие-то божественные пейзажи. Вон, кстати, виднеется наше судно. Именно оттуда мы на лодочке приплыли. Поворачиваем направо. И сейчас, получается, уже по вершине вдоль пойдем до места, где обитает другая колония пингвинов. Никак не могу налюбоваться вот этими горами высоченными, которые все засыпаны снегом. Вот знаете, много разного всего ходит в интернетах. Мне кажется, вон там находится другая земля. Но чтобы туда перебраться, это нужно очень постараться. Вдруг там другой мир, представляете? А вдруг земля не круглая, как говорят? И там действительно другие острова, другие страны, другие города, другие люди. Кто его знает? Я предлагаю обсудить эту теорию в комментариях. Напишите все, что думаете по этому поводу. Будет очень интересно почитать. Вот это вид. Сюда определенно стоило сходить. Такое ощущение, что какой-то край света. И на заднем фоне бесконечное количество айсбергов. Такое все белое и красивое. Эмоциям нет предела. Мы все думаем, когда нам уже надоест. Эти льдины, все пингвины. Пока что еще не надоело. И здесь, на самом верху, обитает та самая колония пингвинов с живописнейшим белоснежным видом. Айсберги, горы. Очень красиво. Обычно после любого трекинга, когда уже возвращаешься обратно, значит, это та же самая дорога, и тебе уже становится неинтересно. Ты такой, а, просто в землю вот так смотришь. А здесь возвращаешься обратно на корабль. И хочется все это поглощать бесконечно, жадно, чтобы со всеми вами поделиться. Да и чтобы самому всю эту безумную красотищу зафиксировать в своей голове и запомнить надолго. Зодиак заполняется. Домой отправляемся. Все, что мы сейчас показывали вам сверху, где были пингвины, это было вон там. И они таким образом, видите, спускаются вот сюда, и здесь купаются, там, ловят рыбу, покушали, и обратно уходят наверх со своей колонией отдыхать. Во время каждого возвращения мы сканируем карточку, чтобы знали, что мы вернулись на корабль. Здесь же постоянно выдают теплые полотенчики, вытереть руки и лицо. И здесь же прекрасный такой вот горячий напиток. После холода самое то. Получается яблочный с корицей. У нас здесь каждый день показывают кино. Даже не нужен никакой телевизор, кинотеатры. Выдали, значит, попкорн. И вот так вот стоишь, смотрите, и наслаждаешься всем этим. И чтобы вы понимали, сейчас 22.00. Здесь полярный день. Солнце не исчезает, темно не становится. Вот так вот постоянно. Буквально недавно был рассвет и закат, но непонятно, потому что бесконечный полярный день. Мы даже не понимаем, что происходит. И вы даже не понимаете. То есть у вас в постоянном экране светло, потому что здесь не начинается ночь, не начинается утро. Просто бесконечный день. Мы снова в наших курточках, и у нас очередная высадка. Кстати говоря, вот этой ночью, когда мы спали в каюте, многие ребята спали на соседних островах. Они туда выезжали на лодках со специальным оборудованием, зарывались прямо под снег, то есть выкапывали себе яму, и в спальных мешках там спали. То есть есть такая услуга, опция, но она за отдельную плату. Ну и как вы поняли, мы ей не воспользовались. Мы решили поспать в теплой каюте. Это уже похоже на день сурка, ребята. Вот так вот у нас каждый день. Но если честно, мне этот день сурка очень нравится. Сонечек, пингвинчик, а тебе нравится день сурка? Да. Как вы видите, мы все в красных куртках, а у сотрудников другая униформа. Там универация, спасательный жилет, в очках такие подготовленные. С ними не пропадешь. Максимальную скорость, да? Кораблик наш остается позади. И мы мчим на очередную высадку. Мы почти на месте. Ждем, пока ребята из другого зодиака высадятся. Видите, эти маленькие-маленькие такие, очень много пятнышек. Здесь огромная колония пингвинов. Мне кажется, больше, чем там, где мы до этого были. Правильный зодиак вот так вот наградся. Оп. 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 Ага. Все. И мы на берегу. Всегда готовится такая база, где вещи складируются. Команды, значит, все туда вот уходят смотреть на пингвинов. Палочки можно взять. Я смотрю, Елизавета у нас решила взять в руки лед, наконец-то, да? Ооо. А давай разобьем его. Разобьем, давай. Вот это камень кинь. Давай. Давай, запретная операция. Бум. Яркий пример того, как вообще ледники обрушиваются. Здесь, пускай, как бы, волн нету, но, видимо, вода была. Видите, вот так все подмывается. Потом все это обрушивается, и уже получаются айсберги, которые дрейфуют по воде. Самое время рассказать вам про айсберги. Айсберг – это массивное образование льда, отколовшееся от ледников и плавающее в воде. Приблизительно 90% массы айсберга находится под водой. Только малая его часть выступает над поверхностью, создавая интригующие формы, которые мы видим. Айсберги могут быть небольшими, высокими, несколько метров, или же огромными, высотой в сотни метров. Самый крупно известный айсберг был примерно в 200 раз больше Статуи Свободы. Если услышите треск, оглядитесь вокруг. Вам посчастливилось стать свидетелем обрушения ледника. Слабый треск прирастает в грохот, а от ледника откалывается огромная глыба льда. Так рождаются айсберги. Айсберги, как и пингвины, никогда не надоедают. Так что самое время увидеть новую колонию. И в очередной раз новое место, но настолько другой, разнообразный пейзаж, такая вершина, пик заснеженная. Вот здесь вот горы, и смотрите, вон там тоже уже видно это вот все, точки черные, вот это вот все, все это огромная колония пингвинов идет. Мы даже 100 метров не прошли, все выстроились в ряд со своими огромными объективами, фотоаппаратами. Это говорит о том, что это место очень крутое. Обычно все высаживаются, вот далеко-далеко уходят, пока до пингвинов дойдешь, а здесь сразу вот они, как на ладони, зум включил, и наслаждаешься с этими милашками. Сейчас мы ответим на самые популярные вопросы про пингвинов. Какой самый популярный транспорт среди пингвинов? Паровозик по пингвине. Они любят выстраиваться в длинные ледяные поезда и отправляться в путешествия по бескрайним полярным просторам. Какой любимый музыкальный жанр у пингвинов? Холодный рок. Они ведь настоящие фанаты льда и крутых морозных ритмов. А где пингвины хранят свои деньги? В банке Антарктиды. Они туда вкладывают свои леденцы на будущее. Почему пингвины такие хорошие агенты по недвижимости? Они знают, как сделать даже самую замерзшую землю уютным ледяным домиком. А какой любимый фильм у пингвинов? Ледниковый криминал. В нем разглядывается, кто утащил последний леденец из морозильника. Вы спросите, что мы употребляем? Исключительно свежий воздух Антарктиды. Очередная ситуация, когда пингвин переходит дорогу. Смотрите, никто ему не мешает. Все в разных странах стоят. Нельзя им препятствовать. Они должны чувствовать здесь себя хозяевами Антарктиды. Если у вас проблемы в отношениях, от вас хочет уйти жена, делайте, как этот пингвин. И тогда ваши отношения заиграют новыми красками. И это не массаж, как многие могли подумать. Это настоящее пингвинье царство, ребят. Я повыше поднялся, если зона, чтобы все-таки вам администрацию на 360 понимать, нужно снять именно вот так. Смотрите, вон там они сидят наверху, очень много. Вон один миленько спускается вниз, вон там все внизу в пингвинах на 360 градусов. Горы, айсберги. Поворачиваемся с вами еще туда правее. Все, идут пингвины. И вон там вдалеке маленькие красные точки. Туда еще дальше можно, в той горе уйти. Было очень много вопросов в нашем телеграм-канале. Ребята спрашивали, а как пингвины, если упали, встают? Ну, вот прямо сейчас у вас на экранах крупным планом, вот он лежит, что-то там ест, хоп, встал и спокойненько поковырял дальше по своим делам. Да, попсон, скажи вообще по лайту. Идешь, наслаждаешься, да? Мы не успели. В Антарктиде. Что не успела? Впервые за всю высадку мы не успели подняться. Наверное? Два с половиной часа нам не хватило. Слишком много пингвинов. То, что много пингвинов снимали. Да. Уже раз и обратно возвращаются, и вот ребята, которые, видите, в другой одежде, они следят, чтобы никто никуда не провалился и уезжал. Ну, в целом, там осталось чуть-чуть. Панораму я зафиксировал, ребята. Это очень круто. Я думаю, что вряд ли бы что-то изменилось. Вид был бы такой же. Это отвал головы. По-другому не назовешь. Я в полнейшем в восторге. У меня всего обдувает ветер. Вот ты настолько счастливый человек, как он себя чувствует. Никак не могу налюбоваться этим видом. Эти вот ледники просто скружили мне голову. Я бы на одном из этих ледников женился. Ой, жена же снимает. Ёх, какой ледник. Пойдемте дальше. Ну, они просто очень красивые. Я влюбился в них. Посмотрите, какая милота. Сам в конце уже, перед посадкой на зодиак, один пингвин уламывает пингвиниху. Пингвиниху. Ну, на эти дела. Там Шуры-Муры, Троли-Валь. Ну, сами понимаете, да? На Гвите она такая ломается и уходит в сторону. Такая не сегодня, не в этот день. Погрузка на зодиак начинается с того, что три пингвинчика очень мило заныривают в воду. И тем временем уже подходит наш пустой зодиак. Занимаем места. Очень холодно. Стало ветер, волны. И, как видите, желающих много попасть. Лизон, занимай позиции зодиаки. Быстрее. Заныриваем. Добро пожаловать на борт нашего надувного судна. И, как мы уже говорили, погода меняется. От этого зависит расписание. Вот мы сейчас должны были на лодке кататься вдоль айсбергов, а отменили сейчас, да? Но в целом, я уже вот так вот накатался. Реально, день сурка очень приятный. Вообще, мы, конечно, пешком ходим, но сегодня решили и воспользоваться лифтом. Так что, имейте в виду, здесь все нормально. Вот, выбираешь палубу, на которую нужно. Мы на пятой проживаем. Мое любимое место на корабле. Здесь потрясающий шведский стол. То есть, во время завтрака и обеда ты сам ходишь, сам выбираешь все, что хочешь, все, что здесь есть. И сладости, и спагетти готовятся. И здесь можешь себе мясо разное взять, рыбу, а на ужин уже в ресторане тебя обслуживают. Очень нравится, что каждый день разнообразные блюда. Ну, мало что повторяется. Всегда что-то новенькое. И вот пока мы сейчас обедаем, наше судно движется дальше к следующей высадке. Кого ты там увидел? Там просто гигантское количество горбатых китов. Обалдеть! Они просто выпрыгивают, хвостами машут против своими властами оконами. Последище невероятное. И наш карабельный фотограф Пит сейчас снимал все на дрон. Блин, я аж плачу, просто потрясающий кадр. КОНЕЦ Естественно, мы не могли упустить такую возможность. Все прыгнули в зодиак, и где-то здесь сейчас прямо перед нами будет кит всплывать. Как все смотрится со стороны. Много зодиаков, мы все в красных куртках. И вот так прямо перед нами. Здесь сколько метров, наверное, ну, сто. Сто там, восемьдесят. Киты, Лизон. Ты там как? Не могу. Я жду так. Пустила слезу, но ты видела. Да, очень красиво. Огромные киты, они так кричат. Я первый раз таких огромных китов вижу. Сложно подобрать слова от того, что мы только что увидели. Какое-то волшебство. А у нас мытью параллельно, еще и снег пошел, пушистый, нам тут елки не хватает новогодней. И все можно уже отмечать. О, ребят, смотрите здесь. У кого бинокль, раз бинокль, там два бинокля, там большой объектив. Кто-то с Гоупрохой сидит. Кто-то с Соникой. Будет, будет хвост. Еее, да. Главное, не орать. Мы его не беспокоим. Он даже нас не замечает. У нас тут слева красивейший айсберг. Из-за него выходит корабль. Но никому уже не интересно, зачем айсберге, когда здесь киты имеются. такой картины мы еще не видели в эти айсберг и на нем одинокие пингвинчики гуляют. перед вами судно 1915 года. Раньше был очень развит промысел, когда добывали жир кита, потом превращали его в масло. В общем, эти ребята за лето заработали, набрали много жира, но, к сожалению, здесь произошел пожар. и этот корабль здесь так и остался. Потому что не хрен китов убивать. Получили то, что заслужили. Что вытворяют люди? Достали из воды огромный бриллиант. Смотрите, какой. Окей, вам покрашал русская лодка. Обалдеть. Никогда не сдаем. Как красивей. Моя прелесть. Если вы думаете, что в Антарктиде нечем заняться, вот, пожалуйста, еще одно развлечение. Поймай лед и сфоткайся с ним. Из всех поездок это пока что было самое морозное. Мы прям два часа гоняли, смотрели китов, льдины, острова, корабли крутанутом. Сгорел. Сейчас у нас уже ужин и здесь все рассаживаются за своими столиками и уже нет шведского стола и каждому приносится вот такое вот меню. Меню каждый вечер разное. Выбираешь все, что хочешь и тебе сюда приносят. Вообще, это у нас уже шестой получается ужин и только сегодня я решил вам его подробнее снять. Для этого была такая нарезочка. А сегодня вот начинаем мы с рашин салата. Меню у нас сегодня. Алкоголь оплачивается отдельно. Мы вот берем бутылочек вина. Нам в целом хватает ее на 2-3 вечера. Очень удобно. Взял, мы ее не допиваем, оставляем, потом приходим на следующий ужин, говорим номер каюты, нам приносит наше вино. О, шикарно. К вину взяли тарелочку сыра. Я еще там беру, нарезаю хлеб, маслом мажу, сверху соль, перец. Это прям идеально супчиком. Далее все фиксируем супчиком и заедаем таким мягким хлебушком. Далее мой выбор пал на замечательный нежный сибас вот с такой вот подачей. А у Лизы салеман соусом сырным. Десерт лава кейк. Это вот такой вот у нас получается кекс. Я так понимаю с шоколадом и мороженкой. А у Лизы шикарнейший десерт Павлова. Разломай, это. Это безе, а внутри должно быть мясо. Шикарно. У Антарктиды богатая история, связанная с китобойным промыслом. И главную роль в этой деятельности сыграл остров Десепшн. Его самая удивительная черта кальдера, заполненная водой, создающая естественный порт, куда мы прямо сейчас и заходим. Истребление китов осуществлялось с целью получения китового масла и других продуктов. Иногда за сезон уничтожали до 50 тысяч особей. На берегу видны остатки китобойных станций. Остров предоставлял относительно удобную базу для обработки китов и временного размещения рабочих. Это место было выбрано не случайно. Здесь не бывает волн и ветров, так как это кальдера вулкана. С течением времени китобойный промысел на острове Десепшн стал неэффективным из-за сокращения численности китов и изменения в мировой экономике, а также из-за крупного извержения вулкана в 1967 году. Сейчас это просто туристическое место. Опа, ноги залетают в водичку и добро пожаловать на остров Десепшн. Ребята, это остров вулкан и не просто так под нами песок, а не снег, потому что здесь, ну, учитывая, что внизу вулкан, наверное, потеплее, да? Здесь горячая вода. Пойдем купаться, да? Но вода не горячая, но как минимум из-за того, что вулкан, он не дает вот здесь вот появиться снегу. Эти виды напоминают мне берега Исландии. Там тоже черный вулканический песок и вокруг все в горах, в снегу и вот с этого ракурса идеально видно, что мы на берегу, который находится в кратере вулкана. Вот это все вокруг это кальдера вулкана. Наш корабль обалденно. Корабль в вулкане. Где вы такое еще видели? это единственное место, куда можно зайти в кратер вулкана на корабле. Китов мы с вами уже видели, пингвинов видели, а здесь на берегу очень много тюленей, вот так вот передвигаются по пушистому снегу. Теперь я более ярко себе представляю, что такое тюленей отдых. Вот, ребята, примерно вот так передвигаешься. Представьте, что вы в Турции объелись на шведском столе, вот так проползли метров 10 и все, упали на шезлонг отдыхать. У нас в жизни еще ни разу не было столько восхождений подряд за 4 дня, даже в теплых странах. Здесь мы каждый день куда-то идем. Смотрите, наснимались, значит, мы тюленей, укутались тепло, вот так вот по глубокому снегу продвигаемся и хотим забраться вон туда, на самую вершину горы, чтобы насладиться кратером этого острого вулкана. Я все время думала, что Антарктида это плоская поверхность и здесь один лед. Оказывается, здесь очень много гор. Если вы тоже не знали, поставьте лайк этого видео, потому что мы каждый день куда-то взбираемся, в прямом смысле слова. Каждый день восхождения на горы. И вообще, напишите в комментариях, что для себя нового вы открыли благодаря вот этому видео и нашему путешествию. Потому что я, мягко говоря, удивлен, потому что своими глазами ты видишь совершенно другое, а не то, что там насчитался и наслушался разных историй. Между прочим, последний раз этот вулкан извергался примерно 50 лет назад, а как утверждают вулканологи, именно этот вулкан извергается с периодичностью 50 лет. Так что, возможно, скоро здесь все взлетит на воздух. Удивительная смена ландшафта, то был песок, но снова снег, и бам, здесь уже на середине подъема вулканическая земля. Ледяная, да, естественно? Кажется, что такой пришел, значит согреешься. Нифига подобного. Никогда бы не подумал, что буду так рад песку и камням. Потому что привыкли к льдам, снегам, айсбергам, а здесь черный песок. Какая же шикарная и разнообразная наша планета. И чтобы ей наслаждаться, нужно путешествовать и создавать себе разнообразие видов. Вы наверняка из этого видео уже видели много красных флажков. Вы думаете, они здесь всегда стоят? Нет. Это проделывается огромная работа перед высадкой туристов. Команда выезжает на лодках, весь этот путь проделывает, чтобы все было безопасно, чтобы никто никуда не провалился, ставит флажки. И только потом уже на каждой высадке мы выезжаем и идем по этим тропам. Колоссальная работа проделана. Ночий респект. Кальдеры вулкана получается. Вот это вид. Вот это шикарненько, конечно. Чувствую себя белым ходоком, который осматривает свои владения. А представляешь, вот мы бы сюда одни прибыли, и на корабле никого бы не было. Так ты снова чувствуешь себя в безопасности. Люди ходят, наша группа. Но в целом, учитывая, что только наши ребята в красных куртах и здесь других кораблей можно сказать, нет, это действительно только наше место на это мгновение. Это волшебно. Тут вообще не хочется разговаривать, ребята. Вы нас заметили, что я в выпуске всегда тихо говорю, потому что я наслаждаюсь. Не хочется орать. На побережье кальдеры есть небольшие колонии пингвинов. Но немногие морские животные заходят в гавань, потому что многочисленные вулканические ключи нагревают воду слишком сильно и неравномерно. Но нам несказанно повезло. Вот это сейчас было неожиданно. Мы возвращаемся обратно, а там из воды вышли два пингвинчика. Что они здесь делают? Два одиноких, отбившихся от стаи, походу. Заметьте, это абсолютно другой вид пингвинов, которые мы практически не видели на предыдущих остановках. У них полосочка есть на подбородке. Как же мило это смотрится. Два пингвинчика приехали на дикий остров, чтобы отдохнуть на самый дорогой курорт своей жизни. Безлюдный, где на пляжах никого нет и лишь только они. Два пингвина наслаждаются отдыхом на полную катушку. Погуляли по пляжу и уплыли на соседний остров. Это улыбающееся лицо говорит о том, что Лизе очень понравилось сейчас два пингвинчика. крупным планом. И самое крутое, что это мы своими собственными глазами видели. Это непередаваемое ощущение. Сидишь и два пингвинчика. Они приехали сюда на свидание. Они такие опа, а место занято. А я ребятам рассказывал, что они приехали на курорт вдвоем. Нет, они приехали на свидание, что он так терся около нее, терся, а в итоге ничего не получилось. Слишком много наблюдателей. И здесь же тюлень прямо на песочке лежит. такой спит. А мы мешаем ему. Голубь ворачивает. Опять эти туристы приехали. Дайте спокойно поспать. И обратно спать ложиться. А мы не тюлени. И нам осталось сделать одно важное дело в Антарктиде. Совершить полярное купание. Просто нереальный холод. просто очень холодно. Все. не Давай. Давай. Офигеть. Уху. 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 Это, ребят, нереально холодно. Просто жестко. Я вообще нырнул и ногти чувствуешь буквально уже через 2 секунды. жесть. Так, водочку дают получается. Водка прям, да? Да, в работе. Скоро? Давай. Не, не буду. Хорошо. Тэнгю. Вторую? Не, мне хватит. Ребята, вода, реально 0 градусов. Я говорю, я ныряю просто. И прям уже чувствую, вот еще 3 секунды, все, я на дно бы ушел. Так, уху, ноги сводят, сопли потекли. Ну, это прям мощно. Это очень крутые впечатления. Мы искупались, блин, в Антарктике. Вот так вот все это происходит. Человек прыгает просто и нужно сразу обратно уже плыть. Ага, давай, руками помаши, еле выдержал. Я не прыгала, я так спустилась. Знаете, поснимать еще, ты что, и встрясешься? Водочка нормальная была. А далее у нас было 2 дня в проливе Дрейка. Посмотрите, какие волны большие. Вот это уже нормальный пролив Дрейка. Смотрите, как корабль летит по этой вершине волны, как серфер, как серфер на серферской доске. Ветрище дует и вот так 2 дня, 2 дня туда и 2 дня обратно. Но это того стоило. Ооо, вот это мощно. Вообще, эмоции, конечно. Приключения в Антарктиде это не просто исследование холодного континента. Это погружение в уникальный мир льдов и тайн, где каждая снежинка хранит свой собственный рассказ. Мы побывали в густых стаях пингвинов, ощутили ледяные ветры и заглянули в глаза величественным айсбергам. От замерзших пустынь до величественных гор. Каждый элемент этого континента пропитан историей и загадками, которые продолжают вдохновлять исследователей и природолюбителей. Интересный факт об этом видео. Один раз среди субантарктических пингвинов попадался другой вид пингвин Адели. А вы заметили среди других? Если да, пишите в комментариях, на какой минуте. Начали мы в проливе Дрейка. В проливе Дрейка мы и закончим. Ребяточки, если вам понравилось такое эксклюзивное путешествие, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, потому что для нас это очень важно. А если вы хотите поехать в такое же путешествие вместе с клубом полярных путешествий, то заглядывайте в описание под это видео. Там вы найдете ссылку и найдете промокод на скидку на такие круизы не только в Антарктику, но и в Арктику, в Гренландию и в другие места. До встречи. Всех обняли, поцеловали, погружили. Увидимся в новых выпусках. Пока-пока.